Ребят, всем привет! Я Димас из Батайска. И сегодня мы поговорим о полнейшем беспределе на первом канале. Донские правоохранители устанавливают причину смертельного ДТП в Ростове. Что же точить? Наказание для стритрейсеров. Разогнавшись до 100 км в час, входит в управляемый занос в центре города. Перед тем, как начать, я искренне приношу свои соболезнования семье погибшего. Но сейчас будет... Полный пиздец! Ребят, помните синюю Р-8, которую я снимал в Ростове? А теперь посмотрите на эти кадры. 11 сентября около 23.30 хозяйка этой Р-8 сбила насмерть человека. Им оказался мужчина 32 лет, перебегавший проспект Шолохова на красный свет. Это пиздец. Эта новость сразу же разлетелась по группам ВКонтакте, где, как очень легко догадаться, в сторону Юли, хозяйки автомобиля, палился хейт. Через некоторое время появилась информация, что погибший был закладчиком наркотиков. И убегал от полиции в момент происшествия. Не курите, дети, травма. Это оказалось уткой. Но как меня удивил тот факт, что бывшие хейтеры Юли теперь начали ее защищать, а на погибшего писать гадостью. Это так, тупо? Какой же у нас тупорылый народ. Просто стадо баранов, которые сидят в группах ВКонтакте и обсуждают сплетни. У них нет мозга. Когда опровергли, что мужчина убегал от полиции, стадо снова переключилось на Юлю. Ну нахер. Ребят, не мыслите стереотипами, не слушайте, что говорят вокруг. А самый эффективный этому способ, не включайте телевизор совсем. Оу, голно. В итоге, через несколько дней в сеть попало видео с места ДТП. Смотрите внимательно. Человек словно бросается под колеса автомобиля. Хотя видно, что поток движется на зеленый свет. И Ауди не превышает скорость потока. После этого видео практически все перешли на сторону Юли. Но не тут-то было. Гордон и Барановская просто уничтожают Юлю и ее адвоката. Вы немного подождите, дальше и до блогеров дойдет. Да-да, я тоже принимал участие в этом ток-шоу. Где ключевое слово шоу. Я бы даже сказал цирк. В следующем выпуске я расскажу, как я туда попал и как записываются такие передачи. Знаете, вы топите себя сами. Я даже для вас снимал там на GoPro. Вы просто не представляете, что там творилось за кадром. Поэтому подпишись прямо сейчас, чтобы не пропустить следующий выпуск. И это точно. Давайте посмотрим на комментарии на YouTube под выпусками этой передачи «Мужское, женское». Дно, днище, говнище. Просто деребище. Задача Гордона набрать максимальные рейтинги в программе, то есть хайпануть. Идите в жопу. Что он еще про блогеров может говорить. Вы за рулем, это доказано. Вы снимали? Расскажите мне, пожалуйста, вы-то чего там радовались так долго и обильно? Чему я, блядь, еще могу радоваться на этих кадрах? Друзья, давайте поможем Александру Гордону понять, чему радуется автоблогер, снимая дрифт. А теперь, самое интересное. Вот если бы мы были добросовестным гражданином, вы бы сказали, девушке за рулем, не смей нарушать правила дорожного движения в моем присутствии. Че, ебанутая, что ли? На театральной площади. Я ему говорю про человеческие жизни. Совесть-то должна быть, хоть какая-то. А он мне про интернет. Вот и все, разница только в этом. Так это была ситуация, при которой невозможно было какую-либо угрозу сделать. Запись программы длилась около двух часов. На выходе показали 40 минут. Весь конструктив и смысл они вырезали. Впрочем, ничего нового. И сделали из передачи политическую дискуссию от лица Гордона и Барановского. Нахуя? Сейчас я перечислю те основные моменты, которые они вырезали из программы. Вначале Гордон знакомится с матерью пострадавшего и спрашивает, есть ли у нее проблемы с законом. На что он отвечает, что у нее проблем с законом нет. Полный пиздер. Гордон говорит, я прекрасно знаю, что у вас есть проблемы с законом. И я это специально спрашиваю, потому что знаю, что Айкас, адвокат Юлии, осведомлен об этом. Не состыковочка, по-моему. И она признается, внимание, этой информацией пока никто не владеет. Признается, что на нее возбуждено уголовное дело по статье 228. Незакон о приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы от 3 до 10 лет. Плюс штраф до 500 тысяч рублей. И она находится под домашним арестом. Она нарушила домашний арест и приехала на программу. Остановитесь! И по моему оценочному суждению, именно поэтому пошли слухи, что погибший был закладчиком наркотиков и убегал от полиции в момент происшествия. Почему это уже совсем другая история? Следующий обрезанный передача момент. Айкас, адвокат Юлии, говорит Гордону, давайте обсуждать из расчета, что существует презумпция невиновности. На что Гордон отвечает, я ваши армянские штучки все понял уже. Сильное заявление. Гордона все это выводит и не показывает, как он раза 4 или 5 выходит из студии от нервов. Существует тайна следствия. Потом Айкас настолько вывел Гордона, что тот ответил, вы тут расселись, как Владимир Путин. То есть он сравнивает адвоката с президентом. Совпадение не думаю. Я нашел информацию, что Гордон сторонник оппозиции. Это все показывает его ненависть к действующей власти в стране. Вы что, с ума сошли, что ли? Далее они не показали момент, когда Барановская оскорбляет Юлю и называет ее телкой какой-то. Это просто охуенно. А самое главное, эти, сука, редакторы на первом канале программе «Мужское и женское» мне чуть ли не клялись, что подпишут под моими кадрами название моего канала «Димас из Батайска». Но что в итоге мы видим? Нихера там нету. Я звонил, писал сообщение в полный игнор. В один момент Гордон даже начал кричать на адвоката. Гнать таких надо. Этого адвоката нужно гнать, гнать, гнать и гнать. Причем это было в конце передачи, но в середине съемок. Будешь наказан, до свидания. До свидания. Следующее, что я хотел упомянуть, показали только двух экспертов. Я пояснил сейчас, ко мне подошли эксперты. Все шесть экспертов, пять. Одна эксперт как бы об этом не говорила. Меня поддержали. А, например, московского адвоката, который восхищался защитой Айкаса и далее дискутировал с Гордоном в течение минут 15, его вообще вырезали, ни секунды с ним не показали. Сейчас будут кадры со студии. Это была провокационная передача. Всячески показать классического человека, золотой молодежи, в таком контексте, в каком его, скажем так, принято считать. В итоге, несмотря на такие для Гордона возможности, как, например, возможность затыкать людей, подавая команду хлопать, или многочисленные заранее подготовленные фразы для этого, он все же проиграл эту битву. Поэтому мы видим такой скудный выпуск из «Всклеек». Вернемся к фактам. Имеется видео с места ДТП, где видно, что человек бежит на красный свет под колеса автомобиля Audi R8. Посмотрите еще раз внимательно. Максимум еще будет условно. Но когда что-то шло не по сценарию, например, человек говорил не то, что нужно для Гордона, он его сразу же затыкал. Ведущие обвиняют целый выпуск только одну сторону, а попытки конструктивно разобрать обе пресекаются, либо обрезаются в постобработке. Пацаны, нахуй так же... Ребята, сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и вас ждет огненное продолжение этого выпуска. А также по понедельникам вас ждут тест-драйвы оранжевого гелика 6.3, карбоновой полностью Audi R8, а также интервью с владельцами о заработке. До встречи! Ребята, я ничем не рискую. Мне ужасно скучно с вами, ребята. Честное слово, здесь столько много всяких разных теорий, отношений или всего прочего, пятого-десятого. Я не собираюсь никого нравственно подвигать, воспитывать страну. Это дело папы каждого своего мальчика. Я лучше пойду пукать вместе со своими жабами, весело и смеяться над этим до конца моих дней, чем так грустно буду проводить время.